Всю минувшую неделю судебные приставы совместно с госавтоинспекторами искали водителей злостных неплательщиков штрафов. Помогало им в этом специальное приложение «Мобильный розыск». Для некоторых автовладельцев пристальное внимание правоохранителей стало полной неожиданностью. Подробности одного из рейдов в рамках операции «Штраф» у Натальи Литкевич. Автостоянка перед одним из столичных торговых центров в этот вечер была уставлена легковушками. После трудового дня сыктывкарцы приехали за покупками. Пока горожане выбирали товары, судебные приставы сканировали их железных коней с помощью обычных смартфонов. Хозяин этого Рено не заплатил в 2013 году штраф в 200 целковых. Отдуваться за супруга пришлось жене. Квитанционной книжке у служителей Фемиды не оказалось. Решили вернуть должок с помощью платежного терминала поблизости. Просто в банкомате, да? Давайте пойдемте. Я пойду. А за владельцем этого ФИАТа числится в общей сложности 150 тысяч рублей долга. Но за три часа, пока продолжался рейд, он к своему автомобилю так и не вернулся. И понятно почему. Водитель данного автотранспортного средства был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Долгое ожидание скрасил небольшой инцидент, который мог бы иметь большие последствия. К полицейским подошел мужчина и сообщил о подозрительном пакете возле одной из машин. Автоинспекторы вызвали дежурный патруль. Однако до эвакуации торгового центра дело не дошло. Сотрудники ППС на месте определили – взрывчатки в свертке нет. Но тем не менее увезли его с собой. В это время закончила шопинг и еще одна должница владелица «Хонды». Ее приставы ждали с особым нетерпением. Ведь девушка накопила долгов на 530 тысяч рублей. Если задолженность составляет соразмерную сумму стоимости автомобиля, данный автомобиль, возможно, сотрудники опечатают, будет арестовывать данный автомобиль. «Хонду» арестовали, но оставили на ответственное хранение хозяйки. Правда, ездить на ней девушке осталось недолго. Вы можете на ней ездить, вы можете ей пользоваться, но не продавать и не передавать третьим лицам. Это ваше хранение. А сколько длится это хранение? Вы завтра подойдете, например, мы вам требования выставим, вы завтра подойдете, мы с этого говорим. Нет, но на хранение. Но сколько длится хранение? До момента передачи на реализацию. Рейды с использованием мобильного розыска проводятся по всей республике еженедельно. Всего за 7 месяцев этого года с помощью приложения судебные приставы исполнители коми взыскали без малого 35 миллионов рублей неоплаченных штрафов ГИБДД. Половина суммы – наказание за езду в пьяном виде.